Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость Сергей Скоморохов, инженер, музыкант, автор-исполнитель, а также автор стихов. Недавно вышла книга Сергея Скоморохова, которая называется «Я бегу по облакам». Итак, слово нашему гостю. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Скоморохов. Я родился в городе Куйбышеве, сейчас это город Самара, и там прожил до окончания Куйбышевского авиационного института. В 1983 году я приехал в город Ульяновск на авиационно-промышленный комплекс на должность инженера-технолога. Поработав там, с год перевелся в инженера-конструктора и посвятил заводу 5 с лишним лет своего труда. Когда я жил в Самаре и учился в Куйбышевском авиационном институте, я ездил каждое лето в студенческий строительный отряд. У нас был строительный отряд, назывался «Витязи», и 4 года, 4 лета я проработал в этом студенческом отряде. И это оставило очень глубокий след в моей жизни. Вот я сейчас нахожусь одет в строитрядовку того времени, значки того времени. Но спустя достаточно много лет мы решили в 2021 году, 3 года назад это было, вновь собраться для того, чтобы вспомнить нашу молодость и еще раз съездить в стройотряд. И мы поехали на Катерлес, это Свято-Георгиевский монастырь, который находится в Крыму, под Керчью. И мы там восстанавливали как раз вот этот женский Свято-Георгиевский монастырь. Мне посчастливилось быть командиром этого отряда. Мы там отработали целый месяц, и после того, как уже наш сезон, целина так называемая, закончилась, мы решили не бросать это дело, а продолжить. В прошлом году наш стройотряд «Витязи» работал на Грушинской поляне в качестве волонтеров. Мы были комендантской службой и получили от организаторов Грушинского фестиваля благодарность за выполненную работу. Это у нас стало традицией посещения Грушинских фестивалей. И в этом году мы продолжили работать волонтерами на Грушинском фестивале. Также в начале июля мы отработали на основном Грушинском фестивале волонтерами. А буквально вчера я приехал с молодежного слета, также, который организовывал клуб имени Валерия Грушина, самарский клуб, организовывал слет. И на этом слете мы выступили уже агитбригадой, спели песни и также приняли участие в этом слете. Начиная с институтских лет, меня всегда привлекало, кроме технических каких-то аспектов, поэзия и музыка. И я попробовал писать стихотворения. Сначала это было просто как развлечение и не придавало особого значения этому занятию. Но спустя некоторое время, чувствуя постоянную тягу к написанию стихов, я начал к этому делу относиться все более и более серьезно. Я начал сочинять музыку на свои стихи, у меня появились свои песни. И так получилось, что в течение 40 последних лет у меня набрался большой поэтический материал, который необходимо было как-то упорядочить, систематизировать. В результате возникла идея напечатать собственный сборник стихов. И я пришел в редакцию «Ульяновской правды» и встретил самые радушные отношения. Меня поддержали Ирина Михайловна, Елена Викторовна. И благодаря их помощи я смог напечатать вот такой вот сборник. Сборник называется «Я бегу по облакам». В нем порядка 200 стихотворений в этом сборнике. В нем собраны различные мои стихотворения. И гражданская лирика, иронические стихи, стихи посвящения, детские. И я сегодня вам почитаю из этого сборника свои стихотворения, а также спою некоторые песни. Душа. Чтобы постичь ее, порой не хватит жизни. А иногда достаточно бережно перелеснуть несколько ее потайных страниц. И вот ты уже как на ладони. То есть в этом сборнике как раз моя душа. Сейчас я вам прочитаю одно из последних стихотворений. Называется оно «Ветка». Посвящается моему отцу, который в прошлом году ушел от нас. Мне забыть бы давно, но никак. Как гулял я с отцом шестилетка и у клёна сломал, просто так, небольшую зеленую ветку. Клён отбрасывал тень на тропу. Чуть листва колыхалось от ветра. Чем он мог помешать мне, клопу, до сих пор не найду я ответа. Помню голос отца. Ай-яй-яй, ты зачем это сделал, Сережка? Пожалей, отойди, не ломай. Я ответил, я так, понарошку. Но отец ведь, на то и отец, чтобы учить несмышленую душу. Ты, конечно, дружок, молодец. Только больно ведь ветке, послушай. Но если тебе кто-то вдруг оторвет что-нибудь понарошку, как ты зубы почистишь без рук? Как в футбол поиграешь без ножки? Тут, понизив свой голос чуток, смолиной покачав головой, он добавил, Сережа, сынок, это деревце тоже живое. Сколько лет пролетело с тех пор? Позабыть бы пора эту ветку. Но беру я топор. И в упор белобрысый глядит шестилетка. В этом году я участвовал в фестивале, в нашем областном фестивале, но межрегиональный фестиваль был, в ломах авторской песни. На этом фестивале я стал лауреатом. Вот мне дали вот такой вот диплом, который для меня очень ценен. А сейчас я спою песню. Я спою песню, посвященную девочке Мире, пятилетней девочке, которая погибла от снаряда, выпущенного в СУ в городе Макиевка. Но в лице этой Миры я эту песню посвящаю всем погибшим детям Донбасса. Стихи слова мои, а музыку написал известный московский композитор Барт Сергей Матвеенко. Там, где душа упокоилась с миром, убранный иконостас. С фотки любительской девочка мира смотрит с улыбкой на нас. Хата, как хата, крыша два ската, щели в дощатом полу. С кем ты воюешь на вочек чубатой, ставя прицела по шкалу. В левую рученьку белый платочек мира покорно возьмет. Что ж ты наделал снайпером наводчик, смерть посылая в полет? И, отрыгнувшись смертельным калибром, выплюнет пушка огонь. Сколько еще у всевышнего нимбов точно не знает и он. Локон едва колыхнется от ветра, савана тронуф лоскут. Тает во тьме золотая карета сказки последний приют. Ангел предчистый вознесся над миром, символом нашей вины. Смотрит на мир с фотографии мира, нам не желая войны. Ангел предчистый вознесся над миром, символом нашей вины. Смотрит на мир с фотографией мира, нам не желая войны. Следующее стихотворение называется «Молитва». Как много, мой Бог, я тебя просил. Могу ли просить еще? Когда я останусь совсем без сил, Подставь мне свое плечо. Час судны наступит, Отвечу за невольный и вольный грех. Не сохнет на бледной щеке слеза, И детский не слышен смех. Молитвы не будет к тебе иной Твой перст лицезреть в пути. Дай счастье ходить мне с прямой спиной, Да просто хотя бы тси. Озявшей душе даруй благодать, Чудесным спаси огнем. И хлеба краюху вели подать, Молитву свершив о нем. Дай мудрость мириться, простить, принять, А лишнее все сжечь, И главную встречу не разменять На сотню неглавных встреч. И если собьюсь вдруг с пути я, И вдруг дой занесет чертог, Прости прегрешения все мои, И мне преподай урок. Чтоб истину вскрыть непреложную суть, В бокал мой налей вина. Дай в полном рассудке Закончить путь, Все это вкусив сполна. Сейчас я спою песню Белла Донна. Белла Донна в переводе с итальянского Это красивая девушка. Но также Белла Донна имеет второе значение слова. Это очень ядовитые растения, Которые использовали в средние века колдунии. И если закапывать капли с Белла Донна в глаза, То зрачки расширялись. Этим пользовались красавицы, Для того, чтобы привлечь внимание Своих любимых. Но если слишком много закапывать Этих капель в глаза, То человек мог ослепнуть. Также это растение вызывает галлюцинации. Белла Донна. Поважает в реке облака Белла Донна, А ночная река широка и бездонна. Ангел мой, мое божество и икона, На вождение и в волшебство Белла Донна. Незабудками ложи угрась Белла Донна. До чего же чудесная мазь Белла Донна. Поцелуй твои, как халва Белла Донна. Разнесется людская молва Многозвонна. Твоя прихоть выполнит рад И капризы. И давно у тебя этот взгляд Монолизы. И давно у тебя, ангел мой, кровь Афродитый. Вот и жертвами чашей любовь. И от витра, Что ты мне подмешала в вино Белла Донна. Полупьяный, лечу я на дно Полусонный. Уж поплыл потолок надо мной И колонны. Уж пожары взметнулись стеной Белла Донна. До чего же огромные зрачки, Ха-ха, до чего же. Я слеп обезвижен почти, И клы в кожу. Смокло все и сгущается мгла. Где я, где мы? Чем лицо ты мое обожгла? Ах ты ведьма! Как глазницы мои глубокие И бездонные, Укрывают меня лепестки Белла Донны. Провожает в реке облака Белла Донна, А ночная река широка и бездонна. Конечно же, я не могу обойти стороной те события, которые происходят сейчас у нас в России. И это отзывается болью в моем сердце, которое в итоге воплощается в стихотворение. Вот одно из таких стихотворений. «Пусть тебе приснится». Это стихотворение посвящается мирным жителям, погибшим от арт-обстрелов на Донбассе. «Пусть тебе приснится солнечное небо, Берег золотистый, райские сады, Молоко коровья и краюха хлеба, Только бы не лодка полная воды. Пусть тебе приснятся мыши и мышата, Спелых мандаринов сладкие плоды, Лишь бы не приснились бравые ребята, Что так манят в лодку полную воды. Пусть себе приснишься на коне ты белым, Пусть он оставляет на снегу следы. Если не проснулся после арт-обстрела, Значит, сел ты в лодку полную воды». Следующее стихотворение – «Как память о юности беззаботной». Много ли для счастья нужно было шкет? Ножик перочинный, удочки, мопед, Горсть червей навозных и рвануть на пруд. Время пролетело, времена не ждут. Сядешь на дорожку, горло ком склотнешь, В сумку плечевую бросишь верный нож. Что, в каком кармане помнишь наизусть? На прощание в окнах отразится грусть. Улыбнется мама, а в глазах упрек. «Ну куда так рано? Погоди чуток». Но напрасно мама скажет – подожди. С детства был упрямый и любил дожди. Следующее стихотворение о кораблях, о старых кораблях. На самом деле, старые корабли – это переносный смысл. Бурлят, лаская слух, морские воды. Волна шипит, ветра поют вдали, А в гавани лишенные свободы. Неслышно умирают корабли. Наперекор ударам злого рока Ни рифы не сломили их, ни шторм. Но времена отмерили им сроки. Их рунды отвезут в металлолом. Из-под обшивок вспоротого бока Шпангоутов чернеют пояса. Гроб мачты шпилит небо одиноко, А в туимах догнивают паруса. Команда пьет в портовом баре с горя, А в кубриках хозяйничает тыля. Вперед, смотрящий вахтиной, в дозоре Не понимает, где его земля. На встречных галсах мечется регата. И с сожалением смотрит старина, Как хлюпает в назойливом накате Постертой в отрелении волна. Следующее стихотворение Ушедшим друзьям посвящается Друзья уходят, нас не известив, Болея или вовсе не болея. Конечно, напоследок нас простив, И тень их в тоннеле все белее. Они уходят, не допив вино, Сорвав давно намеченные встречи. Долги, прощая наши заодно, Оставив на наплавленные свечи, Кто знает, может будут наблюдать за нами Кто с улыбкой, кто с укором. Пусть каждому прибудет благодать, А нам пусть благодать еще не скоро. Я долго буду всматриваться вдаль, Предвидя неизбежную дорогу. Наверное, себя мне будет жаль, Когда не оправдаюсь перед Богом. Сейчас я спою песню. Ты, конечно же, знала. Смерть поднимется. Пылью клубя Починеет дорога И тогда Попрошу для себя Я немного У Бога Зава тихую Лодку с веслом И Прозрачную воду Может, есть где-то домик на слом Пережить непогоду Сочиню Пару нот, пару слов И Расставлю акценты Где Найти Мне такую Любовь Не платить за проценты Пару веток Сухих Для костра Хлеб Консервы И спички Не проспать бы Будильник С утра Без тебя По привычке И чуть свет Чуть займется Заря Чуть Зардеется Алла Брошу В заводе Той якоря И Расклиню Что Валы На Прощанье Поправлю Любя На Плече Одеяло Бури Стихнут Поземкой Клубя Ты Конечно же Знала Бури Стихнут Поземкой Клубя Ты Конечно же Знала Дорогие Дорогие друзья Благодарим Сергея Скаморохова за участие в нашей программе. Автор, романтик, который остается верным выбранному пути, своим друзьям, всему, что сердцу дорого. Желаем Сергею Скаморохову новых песен, новых стихов. А вам, что сердце дорого. Но, дорогие друзья, добра и радости!